привет это канал айти юзер вот и в этом видео я хочу рассказать о том как решить проблему если не запускается xf файл бывают такие ситуации до происходит нарушение раезд следует вследствие каких-то действий пользователя либо чаще всего вредоносного по либо реже всего сбоев операционной системы и вы не можете запустить и файлы то есть это исполняемые файлы приложений через которые собственно происходит установка программной windows даже от имени администратора и от пользователя нельзя запустить файл xm для этого нужно зайти в реестр для этого строки поиска в windows 7 через меню пуск в десятых windows бывает строка вынесена сюда в бар бывает также через меню пуск строке пуск вводим рега edit вводим такую команду рега edit и заходим в приложение редактор реестра левой кнопкой мыши зашли так выглядит рейдер редактор реестра windows заходим в первую папку хейкей класс рут заходим ищем среди всего этого множества под папок ищем под папку . x и вот папка . x и она должна выглядеть вот так далее нам нужен файл по умолчанию ее можно эту папку не открывать просто на нее левая кнопка мыши выделили такое окно появляется в ней есть два файла один из файлов называется по умолчанию либо в английском если у вас на английском папка будет называется вот так то есть не файл не папка файл дефолт у нас по умолчанию дальше нужно нажать правой кнопкой мыши и левая кнопка мыши выбрать изменить изменить открыли такое окно и в поле значения у нас должно быть выбрано значение x и файл в одно слово без пробелов без их либо других знаков вот такое у нас должно быть введено в той строке c файл в одно слово здесь нажимаем если у вас это не увидено что-то другое то в стираем все и вводим такое значение нажимаем ok и закрываем после этого нужно перезагрузить компьютер и попробовать действия по запуску xl файла если проблема решена то здорово если нет то нужно продолжить изменения вместе еще небольшие изменения после того как сделали вот это все дальше ищем папку под папку ищем вниз backup то есть нет ищем папку xl файл по поводу бэкапа кстати обязательно перед перед всеми действиями даже перед самым первым действием которую я упомянул ранее нужно сделать бэкап вашего то есть резервную копию вашего реестра перед всем тем что мы делали до этого нужно зайти сделать резервную копию для этого нажимаем файл экспорт из их есть пишем кого-нибудь название для вашего файла и сохраняем какую-нибудь папку это будет ваша резервная копия реестра то есть если какие-то действия вы ведете что-то неправильно либо не до команду какой-то неправильный изменение реста произведете вы сможете восстановить реестр и предыдущее состояние которое мы сохранить но это отступление дальше ищем папку xl файл то есть папка начинается на и и нашли папка xl файл нажимаем левой кнопкой мыши на нее но не входим здесь также есть файл по умолчанию левой кнопкой мыши выделили правой изменить здесь стоит значение application его нужно изменить на значение такое команду нужно ввести кавычка далее символ процент далее цифра 1 далее еще кавычка 2 внимание двойные кавычки после этого еще раз символ процента и последний символ звездочка символ процента обычно находится вместе с цифрой 5 на клавиатуре вверх самый первый ряд верху нажимается вводится он через shift цифрой 5 английской раскладки звездочка shift клавиша 8 английской раскладки ввели такую команду без пробелов без каких-либо других знаков и процент один двойные кавычки процент звездочка без пробелов без каких-либо дополнительных символов ввели нажимаем ok я не буду про что мне все запускается нажали ok далее открываем эту папку на вот этот треугольник нажимаем выбираем папку shell также на треугольник потом под папку open также открываем можно просто на нее нажать у вас здесь в этой папке также два файла опять нам нужен файл по умолчанию также правой кнопкой мыши изменить и в это значение в это поле значения вводим ту же самую команду как мы выводили предыдущем пункте то есть вот эту вводим нажимаем ok и не буду здесь ходить потому что мне все запускается проблем нет нажали ok далее можно выходить из реестра выходим перезагружаем компьютер и скорее всего ваша проблема должна быть решена excel файлы будут запускаться еще раз обращу внимание на то что перед самым 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 первым пунктом нужно сделать резервную копию реестра у вас получится файл вот такой вот файл должен получиться название может быть любым на расширение у него будет . рига этот файл лучше перенести сразу на кого-нибудь внешний носитель тонкую флешку либо жесткий диск внешний и после этого аккуратно вносить изменения в реестров которые вы знаете то есть на этом все